МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Союз самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. Ближайший час на нашем телеканале. Патриарх совершил визит в Санкт-Петербург, помянул своего наставника в День Жен Мироносец и тайного ученика Христова, святого праведного Никодима. В сослужении архиереев и пристечении множества паломников предстоятель Русской Церкви совершил литургию в Покровском женском монастыре столицы. Сердце страны и святыня нашей Церкви, Московский Кремль. В столице состоялась премьера документального фильма, который станет открытием для многих. Четыре года раскопок на русском участке древнейшего города мира, кропотливый анализ находок и в результате книга, которая заинтересует не только археологов. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В прошлое воскресенье святейший патриарх Московский в Сеярусе Кирилл посетил свято-троицкую Александро-Невскую лавру в городе Наневе. Предстоятель Русской Церкви возглавил божественную литургию и совершил хиротонию архимадрита Александра Зайцева воепископа Плесецкого и Каргопольского. В Троицком соборе Александра Невской лавры святейший патриарх Кирилл поклонился мощам святого благоверного князя Александра Невского и возглавил служение литургии. На богослужении присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, представители власти и общественности, а также многочисленные прихожане. За литургией была совершена хиротония архимадрита Александра Зайцева воепископа Плесецкого и Каргопольского архангельской митрополии. По окончании литургии святейший патриарх напутствовал епископа Александра на служение и вручил ему архиерейский жезл, а после обратился к молящимся с первосвятительским словом. В третье воскресенье после Пасхи мы вспоминаем святых жен мироносец, тех самых, кто не оставили Христа во дни его ареста, поругания и крестной смерти, тех женщин, которые ничего не боялись, ни римских воинов, терегущих крест, ни глумящейся толпы. Нередко люди, обреченные властью, теряют присутствие духа, когда встречаются уже с большим количеством негодующих против них людей. И этот перечень можно продолжать. В каждом человеке, занимающем любое положение, есть этот страх перед другими, особенно, если другие пышут ненавистью и способны в этой ненависти объединиться против тебя. Слабые женщины в мироносец ничего не боялись. И вот, как-то невольно всплывают в памяти замечательные слова святителя Иоанна Снатоуста. «Где вера, там сила. Где неверие, там немощь». Обращаясь к паству и духовенству, предстоятель Русской Церкви призвал подражать подвигу жен мироносец в той мере, в которой это для нас возможно. Для нас изумительно видеть этих слабых женщин, не поколебавшихся в своей любви ко Господу, когда он, истерженный и оплеванный, был предан на смерть. Я хотел бы, обращаясь к нынешнему поколению истоков наших архиереев, духовенства, верующего народа, всех вас призвать быть верными Господу. Помня, что где вера, там и сила, а сила проявляется к верности Христу. Не поддавайтесь на искушение и тлетворное влияние лукавств, вероств веков сего. Помните, что вы со Христом, вы с Божией правдой. И если наши предшественники, опираясь на Христа и Его правду, сохраняя Ему верность, спасли Церковь, а значит и народ, и страну, то кальми пачи мы, живущие в свободное время, должны быть не тайными, а открытыми учениками Спасителя, жизнью своей, словом и делом, примером, утверждая великие и неприходящие ценности Евангелия. И да поможет нам в этом Господь. Аминь. Патриарх Московский в Сеярусе Кирилл совершил литию на могиле митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, которого он, как и многие архиереи Русской Православной Церкви, почитает как своего наставника. В этот день Церковь вспоминает святых жен мироносец и святых праведных Иосифа Римофейского и Никодима. Тех, которые более всех прикоснулись к тайне смерти Христовой, сохранив верность Господу до конца. После Божественной Тургии в Троицком Соборе Александр Невской Лавры патриарх в своем первосвятительском слове сказал. Я не могу не вспомнить в этот день и владыку митрополита Никодима Ленинградского и Новгородского, который вот в этом храме в 60-е годы совершал многие, если не все практически, архиерейские хератонии в нашей Церкви, потому что он, будучи самым ближайшим сподвижником в начале патриарха Алексия I, а потом и патриарха Пимена нес особую ответственность за воссоздание епископата Церкви нашей, в то время находившегося на грани уничтожения. А святейший посетил Никольское кладбище, где захоронен митрополит Никодим. Патриарх возложил на могилу венок из белых роз, затем совершил чин литии. Митрополит Никодим в миру Борис Георгиевич Ротов родился в 1929 году. В 1947-м принял монашеский постриг, служил священником в Ярославской епархии, в 1955-м заочно закончил Ленинградскую духовную академию с 1957 года, архимандрит с 1960-го, епископ Подольский, затем Ярославский и Минский с 1963 года ленинградский. В том же году возведен в сан митрополита. Во время визита патриарх остановился у станции метро «Технологический институт», где возложил цветы к народному мемориалу и молитвенно почтил память погибших в теракте 3 апреля. Выражаю глубочайшее свое сострадание и соболезнование всем семьям, почившим, тем, кто сегодня еще находится на больничной больнице, тем, кто пострадал от человеческого безумия и человеческой злобы. Я, как ленинградец, как петербуржец, я всегда вместе со своим городом и в радости к Искордеару. И я очень надеюсь, что сила веры будет возрастать в нашем городе, сила духа, и тогда мы будем непобедимы. Храни вас все, Господь! Исполнилось 65 лет со дня представления Блаженной Матроны Московской. Мощи святой, одной из самых почитаемых в нашем Отечестве, да и во всем православном мире, почти два десятилетия почивают в стенах столичного Покровского женского монастыря у Покровской заставы. Множество людей пришли в этот день в обитель. По устланные цветами дорожки патриарх проследовал в Покровский собор монастыря, где поклонился мощам святой Старицы Матроны. Затем в храме Воскресения Славущего предстоятель Русской Церкви возглавил литургию. Материал Галины Ледвиной. Мощи Блаженной Матроны уже почти два десятилетия пребывают в Покровском монастыре. Старица предрекала, что после ее смерти через много лет люди узнают про нее и пойдут к ней за помощью. Так и случилось. К мощам Блаженной всегда тянется очередь страждущих. Тысячи паломников пришли в Покровский монастырь и в день представления Великой Русской Святой. По случаю 65-летия со дня земной кончины Матроны Московской предстоятель Русской Церкви совершил литургию в Величественном Храме Воскресения Славущего. Патриарх совершил хиротонию архимандрита Тарасия воепископа Града Великого Устюга. За богослужением святейший владыка в алтаре вознес молитву о мире на Украине и особо помолился о людях, погибших в Одессе. 2 мая отмечалась третья годовщина трагедии, в которой в 2014 году погибли 48 человек. «Як от Ииси воскресенье, живот и покой усопших раб Твоих по злой человеческой воле в ограде Одессе, в огне сожженных, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом». Совершив с молящимися крестное шествие, святейший владыка, произнес напутствие новорукоположенному архиерею и вручил ему жезл как символ духовной власти. Епископ Тарасий преподал молящимся первое архипастерское благословение. В день памяти Матроны Московской патриарх Кирилл произнес проповедь о христианском подвиге святой и подчеркнул, что почитание Матроны – лучший ответ скептикам. «По примеру Матроны мы можем почувствовать, понять, почему никогда не пресечется жизнь церкви в истории. Как бы ее ни шельмовали, как бы ее ни гнали, как бы ни представляли все, что совершает церковь неким суеверием и результатом безграмотности и малой осведомленности в научных делах. Эти аргументы постоянно бросаются в адрес церкви. И что? Спросите у тех, кто стоит в длинной очереди к Матронушке. Для них эти слова имеют значение? Никакого! Потому что их вера основывается не на словах, а на реальном переживании Божьего присутствия, Божьего чуда, который силой святаго духа через людей, как умерших, так и живых, изливается народ человеческий». Святая Матрона от рождения была слепой, но обладала даром духовного зрения, даром предвидения. По ее молитвам люди получали исцеление от болезней и утешения в скорбях. Покровский монастырь ежедневно посещают от одной до пяти тысяч человек из разных регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Матронушка и после праведной кончины несет свое служение Богу, помогая людям. В Кремле открыт крест в память о великом князе Сергея Александровича Романове. Участие в церемонии приняли президент России Владимир Путин и патриарх московский Евсеяруси Кирилл. Великий князь, пятый сын императора Александра II, до 1 мая 1905 года, московский генерал-губернатор был взорван в карете во время выезда из ворот Никольской башни Кремля террористом Иваном Каляевым. Крест установлен в 1908 году в память о том трагическом событии. Был снесен во время субботника при личном участии Владимира Ленина. А 1 мая со дня сноса креста исполнилось 99 лет. Святейший патриарх провел заупокойное богослужение по великому князю и чин освящения креста, который установлен на месте мученической кончины Сергея Александровича. Он воздвигнут взамен установленного в 1908 году на народные деньги на месте гибели князя Сергея. 1 мая 1918 года этот крест стал первым памятником, снесенным в Кремле революционной властью. Обращаясь к участникам события, предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что убийство великого князя стало актом терроризма, которым была попрана ценность человеческой жизни. Воссоздание креста в память о Сергея Александровича является актом восстановления исторической справедливости. В этом году отмечается столетний юбилей трагических революционных событий. Важно, чтобы урок братоубийственной распори дал нам нравственные силы разглядеть в соотечественниках своих братьев и сестер и мог идти в будущее, преодолевая возникающие трудности, сохраняя единство духа в союзе мира. В церемонии открытия креста в память о великом князе Сергея Александровича принял участие президент России. Владимир Путин во время церемонии сказал о том, что убийство князя стало одним из предвестников драматических событий, с которыми затем столкнулась Россия. Глава государства подчеркнул. Он служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за взаимную ненависть, разобщенность, вражду. О том, что мы должны сделать все, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа. И сегодня вновь хочу сказать, Россия у нас одна. И все мы, каких бы разных взглядов и позиций не придерживались, должны беречь и защищать ее. Во главу угла ставить будущее нашего народа. Счастье наших людей, наших детей и внуков. Работа по восстановлению креста велись российским военно-историческим обществом и фондом содействия в возрождении традиций милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество по поручению президента России. Сохранившиеся подлинники проектных материалов Воснецова позволили восстановить крест-памятник по архивным документам. Копия креста, который был воздвигнут здесь 1 апреля 1908 года в присутствии великой княгини Елизаветы Федоровны, великого князя Владимира Александровича, князей императорской крови. Большевики уничтожили не только крест на месте гибели князя Сергея, но и чудов монастырь в Кремле, где он был похоронен. В 1995 году останки Сергея Александровича из чудом уцелевшего захоронения по благословению патриарха Алексея II перенесли в Новоспасский монастырь, родовую усыпальницу бояр Романовых, где они покоятся и сегодня. В российской столице в патриаршей резиденции Данилова монастыря прошло заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. В повестке дня предстоящее празднование столетнего юбилея Поместного Собора 1917-18 годов, включение в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской новых имен подвижников. В рамках заседания были учреждены новые епархии и избраны архиереи на вакантные кафедры. Так было решено образовать Сызранскую епархию, выделив ее из состава Самарской епархии. Новообразованная кафедра войдет в состав Самарской митрополии. Из состава Смоленской епархии, также с включением в состав одноименной митрополии, выделена Рославльская епархия. Игумен Милетий Павлюченков, клирик Смоленской епархии, избран первым епископом новой кафедры. Он будет носить титул Рославльский и Десногорский. А правящий архиерей Смоленской епархии отныне будет именоваться Смоленским и Дорогобужским. Нерчинская епархия обретет своего правящего архиерея в лице иеромонаха Аксия Лобова, насельника Спасопреображенского Соловецкого мужского монастыря. Он будет хиротонисен воепископа Нерчинского и Краснокаменского. Назначен векарный епископ Псковской епархии с титулом Гдовский. Им избран иеромонах Фома Демчук, насельник Московского Донского монастыря. Члены Синода также рассмотрели прошение архиепископа Керченского Анатолия, векария Сурожской епархии, о почислении на покой по состоянию здоровья. Выразив благодарность владыке Анатолию за многолетние труды, Синод удовлетворил эту просьбу. Участники заседания постановили освободить епископа Выборгского и Приозерского Игнатия от должности председателя Синодального отдела по делам молодежи, выразив ему благодарность за понесенные труды. На эту должность теперь назначен иеромонах Серафим Амельченков, ответственный секретарь управления делами Московской патриархии, который будет рукоположен во епископа Люберецкого, векария патриарха Московского и всея Руси. В числе других решений, принятых на заседании Синода, назовем установление празднования в честь Отцов Поместного собора 1917-18 годов. Столетие его открытия и восстановление патриаршества в Русской Церкви будет отмечено целым рядом юбилейных мероприятий. Пройдут конференции, лектории и выставки, запланированы научные и популярные издательские проекты. Центральными станут богослужения 18 ноября, в день столетия избрания святителя Тихона на московский патриарший престол. Этот день также станет общим днем памяти Отцов Поместного собора. Кроме того, торжества пройдут 28 августа, в день столетия открытия собора, и 4 декабря, в день патриаршей интронизации святителя Тихона. В Москве российские археологи подвели итоги раскопок на территории древнейшего города на земле Иерихона. Все самое интересное изложено в книге «Византийский Иерихон. Раскопки спустя столетия». Издание представили в российском историческом обществе. Результаты археологических изысканий представляют особую ценность, так как до последнего момента средневековый Иерихон был практически неизвестен отечественным специалистам. В начале презентации небольшой экскурс в историю от Сергея Нарышкина. Гектар Иерихона принадлежит России. Куплен в 1873 году архимадритом Антонином. Немного позже еще один участок приобрел иеромонах Иосаф. Археологические работы здесь начали проводить в конце 19-го столетия. Однако в связи с началом Первой мировой войны, а затем революции, их не удалось завершить. В наши дни права России восстановлены. Палестинская автономия вернула участок. Только в 2010 году через 100 лет на Ближний Восток приехали ученые Института археологии, Академии наук и возобновили раскопки. Присутствие в святых местах всегда было очень принципиально для России. И первое упоминание о русских хождениях в Палестине относится к самому началу XII века, 900 лет назад. 600-страничная книга о том, что за 4 года ученым удалось обнаружить. А это уникальные артефакты. Фрагменты многоцветной мозаики, широкогорлые амфоры, бронзовая церковная утварь, клад монет и даже древний водопровод с чистительными фильтрами. Тысячи находок, хорошо сохранившиеся, разместили в музейно-парковом комплексе. Его построили в Иерихоне во время раскопок. Автор книги Леонид Беляев подчеркнул, заниматься археологией здесь не только почетно, но и политически важно для России. Одна Россия не имеет там, собственно говоря, постоянного археологического присутствия. А это один из признаков на сегодня Великой Державы. Контролировать Святую Землю в археологическом плане, контролировать ее прошлое, изучать истоки иудаизма, изучать истоки христианства. Тираж книги – 800 экземпляров. В первую очередь она для профессиональных археологов, но может быть интересна и тем, кто интересуется этой наукой. Самое важное, подчеркивают ученые, что практически впервые в России написали книгу о Святой Земле на собственном материале. Это очень необычная книга, потому что археология здесь выступает стержнем, вокруг которого объединены очень разные сюжеты. Это история русского паломничества XIX века в Святой Земле, это историческая топография Святой Земли, историческая топография Иерихона, это материалы русской экспедиции 1891 года. В византийское время Иерихон был важнейшим торговым и паломническим центром. В нем строилось множество церквей и монастырей со странно-приимными домами и гостиницами. Ученые надеются, что вышедшая большая книга – это только начало. Исследование Иерихона приведет к великолепному зданию Российского археологического института на Святой Земле. Премьера документального фильма «Святыни Кремля» состоялась в Москве в Центре искусств Храма Христа Спасителя. В картину о московском Кремле вошли достоверные факты и события истории русского государства. Но главный акцент сделан на святынях, которые долгое время хранятся за стенами Великой Христианской Цитадели. Можно увидеть несуществующие ныне, но воспроизведенные с помощью современных технологий, чудов и Вознесенские монастыри. На премьеру собрались государственные и общественные деятели, историки и деятели искусства, кинокритики. Фильм вызвал интерес, и это не случайно. Кремль воспринимается всеми как символ политической власти и место, где происходит принятие различных политических решений. Впервые говоря о главной правительственной резиденции России, акцент сделан на теме духовности. Главной задачей фильма было показать, что Кремль – это символ сакральной. Это место освященное, место благословленное, место, где находится большое количество святынь, храмов, монастырей. И поэтому угол восприятия другой. И мы рады, что удалось снять вот такой фильм, в котором представлена прежде всего духовная составляющая. Фильм смонтирован из десяти серий. В полную версию собрали все самое лучшее из того, что было в сериале. За 85 минут сделали попытку рассказать историю развития Московского Кремля в течение тысячи лет, в том числе о его самых известных, но малодоступных архитектурных сооружениях. В фильме уникальные кадры с Царицинской палатой. В 17 веке это представительский зал русских цариц, а также тайницкой башни, с которой начиналось строительство Кремля в 15 веке. Мы не могли объять необъятное. Поэтому кто-то может смотреть вариант десяти серий по 26 минут, где мы очень скрупулезно, учитывая моменты временные, все-таки 26 минут уложить все невозможно. Какая-то серия посвящена чудовому монастырю, истории чудового монастыря, какая-то Вознесенскому. Зритель побывает в цокольной части снесенного 14-го корпуса Кремля, где сегодня развернулись масштабные археологические работы. Увидит первые съемки после реставрации в залах Большого Кремлевского и Теремного дворцов. Самым любимым объектом в Кремле у съемочной группы фильма стала Спасская башня, где проходили съемки механизма часов. У нас был кран, который мы занесли на Спасскую башню. Он весил почти 180 килограмм. Нам это удалось сделать без лифтов, которых там нет. По этим узеньким улочкам, не улочкам, а лестницам и непосредственно поднять. Это, наверное, самая такая любимая съемка нашей группы, потому что она, с одной стороны, была немножко сложная в плане физического, но мы с этим справились, поэтому, наверное, это история, связанная с механизмом часов. Съемки проходили при поддержке и участии митрополита Марка. Владыка рассказывает в фильме о значении Кремля как великой цитадели христианского служения. Раскрывает сакральный смысл многих церковных таинств, предлагает интересные факты из истории древних святынь, часть из которых была утрачена. Одной из особенностей является реконструкция чудо монастыря, Вознесенского монастыря, того наследия, которое было утрачено. И в этом фильме впервые можно Кремль посмотреть не таким, какой он является сейчас, а таким, какой он был в 19 веке и в начале 20 века до революции и разрушения святыни. Зритель узнает об истории русской духовности и сможет окунуться в мир святости и традиций, которые передаются из поколения в поколение, а также увидит множество ранее непоказанных материалов, фотографий, карт, схем и документов из исторических музеев и архивов. Жители Беларуси отпраздновали День памяти трех виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Чествование святых в этом году собрало не только паломников со всей страны, но и гостей из Польши. Праздник посетили депутат польского сейма, один из основателей Братства православной молодежи Польши Евгений Чиквин и директор фонда имени князя Константина Остарожского в Белостоке Анна Радюкевич. Торжественное богослужение в Петропавловском соборе столицы возглавил митрополит Минский Иезославский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси. Подробности в материале из Минска. В православной Беларуси отпраздновали День памяти трех виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Престольный праздник отмечали в Святой Петропавловском соборе Минска. Один из пределов храма освящен в честь трех виленских мучеников. День памяти святых почтили торжественной литургии, которую возглавил митрополит Минский Иезославский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси. Святые Иоанн, Антоний и Евстафий приняли мученическую смерть за то, что проповедовали учения Христа. Было это в 1347 году во времена княжения Альгерда. Один из братьев был казнен 27 апреля по новому стилю, поэтому этот день и избран Днем памяти праведников. Почитание святых виленских мучеников началось сразу после их страдальческой смерти. Святые Антоний, Иоанн и Евстафий почитаются не только как первые мученики литовской земли, но и как провозвестники массового крещения Литвы, которое состоялось на несколько столетий позже крещения Руси. Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий, да они же, они не только в истории сохранились, они и в сердцах всех верующих людей. Они же с нами сегодня здесь, в этом соборном храме. Мы к ним обращаемся в молитвах, они предстоят пред престолом Божиим. Почитают святых и в Беларуси. В Минском Святой Петропавловском соборе находится икона святых виленских мучеников с частицами их мощей, а также действует одноименное братство, миссия которого – помогать церкви нести благодатный дух православия в семью, общество, национальную культурную традицию. Виленские мученики – это действительно святые, которые входят в собор святых земли белорусской, и поэтому их нам нужно помнить, молиться к ним, просить их заступничества, ходатайства, и мы верим в то, что вот эта духовная наша общность со святыми мучниками продолжается и сейчас. Братство виленских мучеников издает календари, богослужебную, историческую, духовную, просветительскую литературу, в том числе и на белорусском языке. Также братчики укрепляют межцерковные связи, сотрудничают с православными Польши и других стран, объединяют верующих этнических белорусов, способствуя сохранению их этнической и культурной самобытности. Мы познакомились с представителями братства виленских мучеников, и от того времени очень близкие контакты, сотрудничество во многих областях, ну, прежде всего, может, виздательские. Вот уже на протяжении 25 лет братство виленских мучеников стремится свидетельствовать о христианской вере. Главный принцип, которым руководствуются братчики – это любовь к Богу и ближнему. Они своими трудами, просветительской деятельностью, книгоиздательством, паломничествами укрепляют духовные связи между православными Литвой и Белоруссией. А святые мученики, имя которых носит братство, помогают им в трудах. Я за эти годы, 25 годов, которые возначали братство, могу сказать, что устойливость наших... Я за эти годы, 25 лет, на протяжении которых возглавляю братство, могу сказать, что устойчивость наших религиозных сообществ основывается на любви. Это такая максима. Если ей овладеть, то преодолеваются разные преграды. Это такая максима, когда ей оволодать, преодолеваются всякие пирожкоды. Информационный портал «Собор Бай» для православного телеканала «Союз». В северной столице в домовом храме во имя иконы Божьей Матери Трех Радостей при Санкт-Петербургском художественном музее прошла первая божественная литургия. Учредители музея планируют превратить его в духовный центр, где искусство и церковь не будет противостоять друг другу. Подробнее в сюжете «С берегов Невы». За первым богослужением в домовом храме во имя иконы Божьей Матери Трех Радостей при Санкт-Петербургском художественном музее молились в основном те, кто имеет к этому месту непосредственное отношение. Учредители, сотрудники музея, благотворители, люди из сферы искусства и богословского образования. Перед ними стоит непростая творческая задача – создать в музее настоящий духовный центр. Мы надеемся, что та идея, та концепция духовного центра, который здесь создается, она будет постепенно воплощаться, и мы будем молиться за тех людей, за которых нужно молиться, и которые участвуют, очень много участвуют в деле возрождения духа, как России, как Петербурга и Васильевского острова. Недаром это художественный музей. К выбору церковной утвари устроители подошли с большим старанием. Среди прекрасных образцов иконописи есть и тот образ, который дал название храму. Это икона Божией Матери Трех Радостей. Икона имеет три названия. Как ни парадоксально, на Руси она известна как Трех Радостей. Европейское название – Святое Семейство. И второе – русское название – это Собор Богородицы. Она малоизвестна именно потому, что многие ее немножко побоивались, из-за того, что она пришла из Европы к нам, и люди не могли понять письмо европейское, вроде не русская традиция. Но после явления чудес от иконы именно Трех Радостей, она получила название Трех Радостей в знак тех чудес, которые она проявила на Руси, был написан несколько отличный. Извод этой иконы и она стала почитаться на Руси уже во всех трех вариантах. Для Санкт-Петербургского художественного музея наличие храма не прихоть, а необходимость. Не так давно были времена, когда церкви закрывали, а на их месте открывались музеи. Сейчас существует другая тенденция, но здесь, в художественном музее, решили совместить искусство и духовность. И руководство музея и духовенство ставит перед собой задачу показать, как музейное сообщество может взаимодействовать с церковью на благо друг другу. Создается такой претендент, когда возможно в одном пространстве совместить достаточно постоянное регулярное служение, по крайней мере мы так надеемся, и в то же время попробовать найти этот компромисс между музеем как целью какого-то сохранения и сбережения, и в то же время проговорить о храме. В художественном музее найдется место не только приходу, но и целому филиалу образовательного богословского учреждения. При Оптиной пустыне, подворье Оптиной пустыни, уже давно существовал институт религиоведения церковных искусств, который назывался богословием и занимался церковным искусством, то есть иконописью. Но сейчас помещений достаточно мало, а здесь есть возможность продолжить образовательный процесс. И в настоящий момент мы собираемся здесь, на базе этого музея, проводить как мастер-классы, так и вести полноценное образование бакалавариата. Где верующие, там и добрые дела. На первую литургию пригласили в том числе людей с ограниченными возможностями. Живопись – часть реабилитационного процесса, а участие в богослужениях – важная составляющая жизни. Мы очень рады, что появился храм, который не просто как храм, а еще и духовный центр, что очень важно для наших ребят. И они могут здесь не только участвовать в каких-то художественных проектах, но и духовную жизнь свою немножко поднимать. И это очень важно для них. Проходя мимо здания музея, пока сложно угадать, что в нем ведется полноценная церковная жизнь. Однако двери храма во имя иконы Божьей Матери Трех Радостей уже открыты для всех желающих. Юбилейная десятая ежегодная акция «Дети рисуют в храме» прошла в Санкт-Петербурге. Под сводами Исаакиевского собора более 350 детей фантазировали, творили на заданную тему. В этом году она звучала как «Сохраним планету в цвете» и была посвящена Году экологии в России. Глазами ребенка на это посмотрели и наши коллеги из города на Неве. Маленькая Николь совсем не по размеру футболка, но это нисколько не смущает юную художницу. Она берет в ручки карандаши и начинает рисовать. У нее вместе с мамой через черточки-палочки получается красочная картина, наполненная бабочками и цветами. Николь – самая юная участница акции «Дети рисуют в храме». Ей два года. Десять лет яркое мероприятие раскрывает таланты у молодых творцов. В полной мере он проявился и у Алевтины. Тема экологии затронула ее сердце. Чистоту планеты девушка увидела в храме Божием. Мне кажется, что чтобы сохранить природу, у человека должен быть красивый внутренний мир, душа. Он должен быть сам внутренне красивый, тогда природа останется красивой и он сохранит ее такой, какая она и была. По всему Исаакиевскому собору – мольберты, карандаши, фломастеры, дети – более 350 юных жителей города приняли участие в акции. Кто не в первый раз, те подготовились. Принесли подушки, пледы, коврики. Кто расположился на куртках, сразу видно – участники новые. Организаторы рады всем. Ими выступили Государственный музей-памятник Исаакиевский собор совместно с некоммерческой организацией – Международный фонд поддержки культуры «Мастер-класс». Дети – совершенно удивительные создания. Они очень любят, раз в год можно принять позу эмбриона и порисовать на полу. И дети это страшно любят. Вы скоро убедитесь, что они создают удивительные картины под этим удивительным куполом Исаакиевского собора. Среди участников – школьники, воспитанники детских сиротских учреждений, дети из многодетных семей, учащиеся художественных студий. Несколько лет ежегодно сюда приезжают и ребята из воскресной школы, прихода храма во имя преподобного Алексея, Человека Божия. Всеволод – один из представителей. Мальчик с раннего возраста любит рисовать, предпочтение отдает краскам. Но и с помощью карандашей у него получилась цельная картина правильного города. Она вот называется «Чистый город». Вот это дома, вот видно, они в кучности, и вот тут есть колодец, оттуда берут воду. А вот тут, ну, такое тоже, ну, тут вторая крепость, и тут тоже ворота. Ну, там стена и ворота. Вот это храм. Там добрые люди, и вот они, ну, они живут все вместе, как бы, они друг за друга все. Дети подсознательно многие пишут не просто природу, не просто тему, как экология, сохранение этого мира, но многие видят, что в этом мире невозможно жить без веры в Бога, без церкви, без высоких духовных ценностей. Пишут храмы, пишут кресты, пишут человека, как венец творения в этом мире, призванного возделывать этот сад, как райский сад в раю, вот, возделывать этот сад, нашу землю, приводить ее в совершенство. Этот проект позволяет детям совершенно из разных семей, имеющих разные возможности, чувствовать себя на равных, получая холсты, краски и внимание, говорят организаторы. А все рисунки войдут в историю, их напечатают отдельной книгой. За 10 лет акция стала международной. В этот же день рисовали и дети из стран Германии, Италии, Франции, Нидерландов и Китайской Народной Республики. Творчество, оно вдохновляет и объединяет. На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня начинается неделя четвертая по Пасхе, о Расслабленном. Церковь отмечает праздник Молчинской иконы Божьей Матери и память мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов, а также праведной Тавифы, преподобных Саввы и Алексия, затворников Печерских в ближних пещерах и перенесения мощей мученика Авраамия Болгарского. В понедельник праздник Цареградской иконы Божьей Матери и память апостола и евангелиста Марка, преподобного Селивестра Абнорского, преподобного Василия Поляна Мирульского, священномученика Сергия Пресвитера. Во вторник, 9 мая, Церковь совершает поминовение усопших воинов и память священномученика Василия, епископа Амасийского, святителя Стефана, епископа Великопермского, преподобного Иоанникия Девичинского. В среду выпадает приполовение Пятидесятницы. Церковь отмечает память апостола от 70 и священномученика Симеона, сродника Господня, преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимира Волынского. В четверг память апостолов от 70 и Асана и Сосипатра, Киркиры, Дева и иных, с ними пострадавших, мучеников Дады, Максима и Квинтилиана и святителя Кирилла, епископа Туровского. В пятницу память девяти мучеников Кизических, преподобного Нектария Оптинского, преподобного Мемнона Чудотворца, святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и святителя Василия Острожского. В субботу Церковь празднует память апостола Иакова Завидеева, святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского, святителя Доната, епископа Еврии и обретения мощей святителя Никиты, епископа Новгородского, а также собор новомучеников в Бутове пострадавших. В следующее воскресенье Церковь отмечает праздник икон Божьей Матери Царево-Кокшайской или Мироносицкой, Андрониковской и именуемой Нечаянная Радость, а также память пророка Иеремии, преподобного Пафнутия Боровского, преподобно-мучеников Афонских Ефимия, Игнатия и Акакия, священно-мученика Макария, митрополита Киевского и благоверной Тамары, царица Грузинской. О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова